С 25 июня в России стартовало голосование по поправкам в Конституцию. Оно продлится до 1 июля включительно. В этот день в стране состоится общероссийский день голосования. В Тверской области открылись 1155 участков, вся работа которых строго регламентирована. И главное, соответствует санитарным требованиям с учетом пандемии коронавируса. Председатель обл. Сбирком Валентина Дронова рассказала журналистам о нюансах голосования. Отдать свой голос за или против поправок в Конституцию России в этом году можно будет тремя способами. На дому, на придомовой территории и традиционно на участках. Это позволит гражданам участвовать в процессе в удобное для них время и поможет избежать массового скопления на избирательных участках. Безопасность граждан превыше всего, считает губернатор Игорь Руденя, который накануне обратился к жителям Тверской области в связи с началом голосования. Принять участие в голосовании – наш гражданский долг. Отдать свой голос можно не только на участках для голосования, но и по месту работы, по месту жительства, на придомовых территориях. Голосование будет проходить в соответствии с необходимыми нормами санитарной безопасности. Каждый гражданин вправе выбрать удобный для него способ голосования. Уважаемые жители Тверской области, сегодня от голоса каждого гражданина зависит благополучие нашей Родины. Уверен, что Верхний Волжий примет самое активное участие в обеспечении стабильности и достойного будущего нашей Родины. Это наша страна, это наша Конституция, это наше решение. Разделяет точку зрения главы региона и председатель регионального избиркома Валентина Дронова. Она выразила уверенность, что благодаря недельному периоду голосования с 25 июня по 1 июля вероятность инфицирования коронавирусом на участках практически равна нулю. Планируется, что большая часть граждан проголосует именно вне участков. Например, в обл. избирком поступило уже 11 тысяч заявок на голосование на дому. В этом случае члены комиссии придут по вашему адресу вместе с бюллетенем и переносным ящиком для голосования. Кроме того, будут организованы и участки на придомовых территориях. Они будут располагаться во дворах жилых домов вплоть до 1 июля. О дате времени члены избирательных комиссий предупредят заранее. На каждом подъезде появится объявление. От вас потребуется лишь выйти из дома, захватив паспорт. Члены участковой избирательной комиссии с переносным ящиком выйдут во двор того или иного дома или во двор нескольких домов. Перед этим предварительно проинформировав через объявление, когда и во сколько будет организовано такое голосование. И все жители ближайших домов в границах этого избирательного участка, взяв с собой паспорт, могут спуститься, подойти и проголосовать. Ну а проголосовать уже привычным способом на избирательном участке можно в любой день до 1 июля. Писать заявление для досрочного голосования не нужно. Необходимо лишь прийти в свою участковую комиссию с паспортом. Но если вы все-таки решили прийти на участок именно в общероссийский день голосования, то беспокоиться о своем здоровье не следует, отметила Валентина Дронова. На каждом участке будет предпринят целый комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В обязательном порядке при входе будут измерять температуру. Всем гражданам обязательно выдадут одноразовую маску, перчатки и ручку. На каждом избирательном участке у нас есть, первое, это бесконтактный термометр, которым на входе у всех будут замерять температуру. Каждому, каждому пришедшему и каждому, кому пойдут, будут выдаваться перчатки. Перчатки. Шлены комиссии также будут все находиться в перчатках. Каждому будет выдана маска в индивидуальной упаковке. Как на дону, когда придут, так и на участке, и на придомовой территории, и в дальней деревне. Будет выдана индивидуальная ручка. В эту ручку можете забрать с собой. Это опять же, чтобы меминизировать передачу каких-либо вещей из рук в руки. Все избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера в течение всего периода голосования. После 20.00 начнется подсчет голосов. А его результаты обл. избиркома гласит уже 2 июля.